Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Экспосол Израиля в России и Украине. Цви, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Цви, итак, прошла, с нашей последней беседой прошло две недели даже. Мы одну неделю пропустили. Итак, самое главное событие, на мой взгляд, в мировом, так сказать, масштабе, которое сейчас происходило, это визит председателя СИ в Россию. Переговоры, которые длились, ну, визит длился три дня. Что, на ваш взгляд, означает этот визит, визит, о котором говорят все, и каковы его последствия? Ну, я согласен, что действительно основное событие или главное событие этой недели, между прочим, как и на прошлой неделе, напоминаю присутствие или, так сказать, позицию Китая в разборках между ближневосточными государствами, напоминаю, Иран-Савадовской Аравией, и там тоже фигурировал Китай, и это тоже рассматривалось как действительно ведущее событие, поэтому это продолжение. Я говорю к тому, что Китай не просто, значит, президент или председатель Китая поехал в Россию, как, скажем, одно событие, а тут процесс, вероятнее всего, на глобальном уровне. То есть такая экспансия, экспансия Китая, причем серьезная, политическая. Да, это, ну, Китай заявила себя, я бы сказал так, и стревожены этим развитием событий немало государств, в частности, Соединенные Штаты рассматривают это как несказуемую угрозу, она всегда угроза, она, скажем, проблема, с которой надо разобраться. Но если суммировать, то в данном этапе нет конкретной информации, о чем они, собственно говоря, разговаривали все эти дни, и какие соглашения, кроме тех, которые были заявлены о мире дружбы и так далее, были совершены, и о чем они советовались, и куда они пойдут дальше вместе, и насколько это будет вместе. Теперь так, Китай занимает очень непростую позицию во всех этих мировых событиях, действительно, держава, которая заявляет о своей значимости или своей позиции как глобальная держава, у нее есть претензии на пересмотр мирового порядка, и Соединенные Штаты рассматривают это как основную проблему. Не скажу противников, противников там много, но как основную проблему, но тут следует заметить нюанс, что Китай до последнего времени вел себя, скажем, очень активно на мировом уровне, но в основном в экономической сфере, скажем так, и более или менее все, что с этим связано, меньше в политической и военной сфере. На этот раз бы надо будет развитие событий как раз в политических, скажем, плоскостях, и в этом отношении это якобы поднимается планка Китая в отношении с другими державами. Если суммировать, то тут получается вообще комплекс отношений между этой троицей, Соединенными Штатами России и Китаем, и Китай в этом контексте занимал неоднозначное место. И я бы сказал, что даже сейчас, после всего-то визита и всего, что было вокруг него, это еще не окончательная позиция Китая, если мне суждено суммировать. Китаю интереснее было сидеть на, как говорится, на заборе, если в ноги, и выбирать или улучшать момент заявления о себе или по отношению к России, или по отношению к другим проблемам. Заявляя о себе на российском, скажем, пространстве, или в российском пространстве, речь идет не только о двухсторонних отношениях. Речь идет о отношениях на глобальном уровне, да или нет, существует какой-то там союз между Россией и Китаем, направленный против Соединенных Штатов. И какую позицию занимает Китай по отношению к Украине, занимает ли он позицию. И были слухи, или были, во всяком случае, была раскручена идея, что Китай собирается так или иначе решить проблему, скажем, в этой войне тоже, значит, задействовать или начать мировой какой-то там переговорной процесс. До данного момента ничего конкретного не было сделано или заявлено, но слухи существуют. Да, но заявляли же вроде, что Китай готов поставлять оружие России. Вот этот момент как-то очень сильно ровновал. Это второстепенный вопрос. Да, он будет поставлять, но оружие, скажем, не первого, так сказать, класса, не основное виды вооружения, потому что к этому относится очень не сдержанно, да, на Соединенные Штаты. Поэтому Китай, вероятно всего, не собирается поставлять, скажем, проблематичные виды вооружения. Их не называют по именам, но прежде всего и ракетах, и тех или иных возможностях нанесения, скажем, более чувствительных ударов. Так что Россия в этом отношении получит, наверное, только тактические виды вооружения, скажем, боеприпасы или там другие возможности не слишком много. Но да, Китай будет поставлять России вооружение, поставляет ей, между прочим. Будет помогать России экономически, помогает ей, между прочим. Но насколько далеко он зайдет в этом отношении, еще не доказано. Помогает, помогает бескорыстно. Но получается, что Китай, как бы, должен принять определенную сторону. Принял он сторону или нет? То есть это, как бы, обозначено? Или они по-прежнему, как вы выразили, сидят на заборе? Вероятнее всего, на данном этапе обозначено, я бы сказал, с ограничениями. Да, это однозначно антиамериканская позиция. Это создание какого-то продолжения, вернее, блока, совместного блока с Россией. Это раскрыв объятия России, предлагает мир и дружбу. Не знаю, насколько это включает те или иные виды военного, скажем, сотрудничества. Но это включает политическое сотрудничество. Непонятно, как это скажется на войне с Украиной. Потому что у Китая тоже свои мнения и позиции. Он хотел бы, не имея значения, какие результаты, но хотел бы принять участие именно в этом переговорном процессе. Именно как мировая держава в этом отношении. Он занимает позиции чуть шире, чем просто дружбу, скажем, с Россией. Это позиция уже как мирового игрока. И это основной акцент, который Китай пытается сейчас продвинуть. Не до конца, скажем, или, вернее, осторожно он будет дружить с Россией, оглядываясь на Запад или на Соединенные Штаты. И я не исключаю, что эта позиция может быть сменена. В этом отношении у России тоже проблема. Например, позиция Китая в ближневосточных разборках с Ираном и Саудовской Аравией. Это проблема для России. В конце концов, Иран это вассал ныне России. Разборки, которые там ведутся в регионе, Россия принимает то или иное участие. Вдруг появляется Китай, и у него получаются более результативные, скажем, результаты. То есть, вассал может теперь переориентироваться на Китай и вернуться к России тем самым местом, на котором сидят. Поэтому и Соединенные Штаты осторожно рассматривают это новое, скажем, заявление Китая. И Россия тоже в не меньшей степени, хотя, конечно, дружба теперь с Китаем в нынешнем положении России, это очень серьезное развитие событий для России. И в какой-то мере Россия ориентируется сейчас, как они говорят, на Восток, на Китай и еще на другие государства, ближневосточные государства. Поэтому там идут непростые, скажем, пересмотры разных там существующих соглашений и сотрудничества. Да. А вот скажите, Свин, а ваш взгляд, насколько тесны объятия китайского тигра? Кости не трещат от таких объятий? С Россией же. Например, с Россией. Да, я сказал, Россия оглядывается осторожно на это, потому что в Китае тоже есть и интересы, и претензии, и глобального, и геополитического, скажем, направления, включая регионы, в которых Россия рассматривается себя как основного игрока. И речь идет и не только о Ближнем Востоке, но и даже, я бы сказал, о бывшем Советском Союзе, о разных других регионах. Поэтому это объятие... Есть там нерешенные проблемы, которые им придется решать, хотя на основном таком визуальном уровне они теперь будут дружить очень крепко, но на самом деле будут осторожно следить друг за другом. Еще непонятно, что произойдет в Центральной Азии, в Средней Азии, как говорят, и другими там государствами в регионе. Так что еще, как говорится, еще не вечер. Скажите, ну, когда вы сказали про Ближний Восток, я хотел еще добавить и Дальний тоже, потому что мы знаем, что на Дальнем Востоке России китайские целые колонии теперь живут и добывают лес и так далее. То есть идет такая тихая, такая ползущая, так сказать... Аннексия, да. Аннексия, да. Я вам рассказываю, что имеется в виду, да, и близлежащие государства, и сама Россия тоже являются объектом, я бы сказал так, а не просто так, соседом. И в этом отношении оба государства ведут, скажем, достаточно осторожную политику друг против друга. Сегодня вечер я сказал, имея именно это в виду, но все же теперь посмотрим, как будут развиваться события с Украиной. И хочу напомнить, что туда поехал премьер-министр Японии, который тоже так или иначе является дальневосточной державой, который тоже свои разборки с Китаем, который тоже хочет сказать свое веское слово в этом регионе или на этом городе. Ну, кстати, премьер Японии, он последний, так сказать, из ведущих государств, который наконец появился, так сказать, в Киеве, да, до этого никто вообще туда... Ну, это серьезное государство, так что тут, по-моему, и разборки между Японией и Китаем вообще, новые игроки появились в нашем регионе. А для нас это хорошо или плохо? Не всегда это нас касается. Я хочу напомнить, что Китай так или иначе соблюдает очень, скажем, как минимум осторожное, я бы сказал, даже позитивное отношение с Израилем. Дружа с Ираном и же с ними, он также осторожно обходит проблемы, которые могут возникнуть у него с Израилем. Израиль очень серьезный партнер, наоборот, у Израиля проблемы с Соединенными Штатами, которые пристально следят за нашей дружбой. Чтобы, не дай бог, не было слишком активно и не слишком технологически, и все, что с этим связано. Поэтому это еще не вечер. Но Китай, конечно, сможет в будущем, наверное, занять какую-то позицию в других разборках в нашем регионе. Смело надеется, что он не полезет разбираться между нами и палестинцами, хотя может. Но до данного этапа он это делал очень осторожно, высказывался несколько раз по этому вопросу, но не мешает, скажем, Израилю вести свою политику и решает свои проблемы очень аккуратно. Ну, не даром же есть старая-старая шутка, да, как раз и навсегда решить арабо-израильский конфликт. Это объявить китайцев потерянным коленом Израиля и разрешить репатриацию. Цвин, ну, раз уж мы заговорили о ситуации с Россией, каковы сейчас, вот за последние пару недель, изменилось ли что-нибудь на дипломатическом фронте в отношении между Израилем и Россией? То есть нас, израильтян, это очень интересует, то есть одно дело война в Украине, другое дело наши взаимоотношения. У нас, так сказать, с Россией получается общая граница в Сирии, поэтому все, что происходит на дипломатическом фронте с Россией, нас интересует. Это очень простой вопрос или очень серьезное, скажем, поле для разбора, так сказать, событий, которые достаточно сложны в последнее время, хотя они достаточно сложны уже несколько лет. Я напоминаю, что Израиль и Россия сотрудничают по разным вопросам в регионе, в частности по сирийскому вопросу, оперируя совместно. Я имею в виду именно в военном направлении, в военном, скажем, вопросе, что касается действий так или иначе, координации действий между Израилем и Россией в Сирии. Есть очень непростой вопрос, касающийся Ирана и других. На данном этапе Россия и Израиль ведут себя очень аккуратно. Израиль, учитывая интересы России, ведет себя соответственно с Украиной. Есть очень непростые вопросы, касающиеся Украины. Израиль не поставляет оружие Украине ввиду именно запроса России. Израиль не оказывает политического или другого давления на Россию, например, не присоединился к санкциям. И ведет себя достаточно аккуратно на мировом уровне. В этом отношении Россия тоже ведет себя соответственно. Иногда есть высказывания. В самой России не все согласны с этой позицией. Есть там, скажем, игроки, которые пытаются все же раскрутить какое-то, скажем, противостояние с Израилем. И неспроста поднимаются они иногда и достаточно часто разные вопросы. Иногда серьезные, иногда менее серьезные, но на двухстороннем уровне. И посохнута, да? Например, да. Это кто-то раскручивает это. Или для того, чтобы Израиль учел, что есть чем на него добить. Имеется в виду ручек давления. Или это уже подготовка, скажем, событий в будущем, когда будет конфликт с Ираном, например. И какую позицию займет Россия. Кстати, вот вы сказали, что Израиль воздерживается от поставок, а и Россия воздерживается. А вот Россия сейчас поставляет самолеты Ирана. И воздерживается в достаточно ограниченной, так сказать, форме. Имеется в виду, что Израиль, да, поставляет ту или иную помощь. Технического толка, вероятнее всего, не знаю какого. И гуманитарную помощь Украине, экономическую, наверное, тоже. И Россия тоже, в конце концов, существует в регионе. Находится в Сирии на нашей границе. Помогает Сирии содержать здесь свои вооруженные силы. Помогает Ирану тоже, но в ограниченном количестве. Не поставляют тех или иных видов вооружения, которые меняют соотношение, скажем, стратегическое соотношение сил между этими государствами. И что имеется в виду. А так, пару самолетов или там пару чего-то и другого на данном этапе не меняют общей картины. Картина будет меняться, если Россия начнет поставлять те виды вооружения, которые не поставляют уже много лет. Напоминаю, Россия здесь находится 8 лет в регионе, в Сирии в частности. И если этот договор существует, или взаимопонимание. Поэтому эти отношения достаточно проблематичны, ведутся, решаются, вернее, достаточно тихо, не поднимая очень много, или не привлекая очень много внимания. Но в конце концов, кто-то очень часто и в России, и в Израиле, и в других местах поднимает вопрос именно этих отношений. И всем понятно, что рано или поздно это может кончиться более громогласно. Я смею надеяться, что нет. Ну, все надеемся, что нет. Ситуация действительно непростая. И непонятно, куда это все вырулит. Ацфи, спасибо большое. Спасибо вам, что нашли время для беседы с нами. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Напоминаю, что с нами был Цфим Агент, политолог, дипломат, экспособ Израиля в России и Украине. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания.